Своё мнение высказала Оля Полякова о выступающих в России исполнителях Ани Лорак, Светлане Лободе и других звезд украинского шоу-бизнеса. Оля Полякова рассказала, как она относится к украинским артистам, которые выступают в России. В интервью популярного украинского журналиста Дмитрия Гордона, певица призналась, что у нее двоякое отношение к таким людям. С одной стороны, я считаю, что люди из телевизора, лидеры мнений, они влияют на мнение людей, социума. И конечно же, их поступки оцениваются так, если они это делают, значит это хорошо. Вот в этом случае их ответственность моральную, я наверное как-то осуждаю. Хотя кто я такая, чтобы кого-то осуждать. С другой стороны, у людей есть коллективы, семьи. Понимаете о чем я говорю? Кому-то тогда это казалось единственным верным способом. Речь идет о зарабатывании денег в России, заметила украинская поп-дива. Каждый пусть отвечает за себя. Я считаю, что публичный человек должен иметь позицию, и отмалчиваться, говорить, что мы за мир во всем мире, в политику не лезем, ничего не обсуждаем. Взрослый человек должен иметь позицию. А тем более человек, который является звездой, потому что на тебя же смотрят подростки, дети. Как же им тогда сложить? Что такое хорошо, а что такое плохо, отметила Полякова. Украинские артисты, ездящие в Россию, по словам певицы, считают, что в Украине плохо нет рынка, а вот там все хорошо, там деньги. Они не захотели развивать рынок в Украине. Они же не знали, что он разовьется, подритожила Полякова, собирающая стадионы вместе с группами Океан Эльзы, Бэс Обможень, Антитела и многими другими актуальными украинскими артистами. Добавим, что с тех пор как возник конфликт на востоке Украины, с концертами в РФ Фезделей продолжают ездить Иван Дорн, София Ротару, Светлана Лобода, Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, группа Анна Мария и многие другие исполнители. Некоторые из них, такие как Аня Лорак и Таисия Повалий, после 2014 года и вовсе обосновались в России почти на постоянной основе.